Всем привет, дорогие друзья, продолжаем смотреть с вами противостояние Бреймов против Гидры и у нас 1-1 счет, напомню вам, друзья, и что я могу еще добавить, я не знаю, битва за последние, так сказать, слоты в верхних сетках, потому что, напомню, обе команды пока что выступают не так уж плохо с точки зрения очков и точно не вылетят у нас с чемпионата, там уже плотно обосновались внизу бейты с нулем побед и вполне вероятно там же обоснуются имперцы, у которых сегодня последний... Ой, у них же, да, у них, ой, матчап, там же бейт империя, вот это да, ну в случае с бейтами не имеет никакого значения, победят ли они или нет, а вот в случае с имперцами они могут догнать Ханов, и вот там уже надо будет смотреть, как работает одинаковое количество очков, а у Ханов сегодня противостояние против Ноу Марси, короче, все это сложно, все это хорошо, а мы с вами отправимся смотреть доту уже на третьем драфте, имеется Виндра, Шадоу Демон, Вивер, а Гидра имеет инвокера, Бейна и Манки Кинга. Пока что довольно фликсовый пик, кстати, и сверху, и снизу. Ну, оцени бан Эмбер спирита в первой стадии. Оценил. И такие, блин, он настолько суров этот герой, настолько крутой, мы ни разу не смогли его убить, такая пища, ё-моё. Давай забаним. Мне нравится, что Брейма, знаешь, такие, типа, мы играем против Зайца и убираем Чена просто на фюзбан всегда, и Шадоу Демона еще забираем себе и вообще по кайфу. Ну, в Зайце-то много героев, я думаю, по-любому что-нибудь найдет. Нет, понятно, потому что просто Чен реально от него хорош, но это не Санейка, потому что мне кажется, Санейка посильнее, как Чен. Может быть, это просто у меня в голове так формула работает, но все же. Которым никто не играет на тир-1 сцене, но... Это неважно, это неважно. Я люблю вот тир-2 сцены за то, что порой можно найти что-нибудь новое, свежее, то, чем вообще не пользуется на тир-1. У меня вон Баррика, мне Баррик нравился. Баррик там гонял, нормально. А вот ВР-ка. Миссис, я нажимаю фокус-файр на Манки Кинга и не получаю урона от его тычек. МК не любит собирать МКБ. Вот так вот повелось, да, то есть он любит другие статы покупать. И ВР-ка может его поддушить. Вообще не знаю, я вот смотрю на МК, хочу его саппортом сделать. Так он и был здесь саппортом. Ну да, да, да. Прям вот сейчас можно искать себе оффлейнера. Типа ты точно не хочешь иметь керри Манки Кинга не только потому что это Винрейнджер, но еще и потому что сейчас только что был пикнут Марс, который контрит этого героя в Салатин. Особенно если мы говорим о том, как он его легко сбивает с деревьев. Напомню, что ультимейт уничтожает деревья вообще в нереальной РНЖ. И это Морф снова для Дрима. Именно я так понимаю, в Салатин, да? Не в Салатин, а в Салатин. В Салатин. Это такой химический элемент. Добавляется в Салаты. Отлично. Ну а то есть Морф, смотри. И Морф, он чем-то напоминает Эмбер Спирита. Он тоже такой мобильный, туда-сюда, а летает, летает, летает. Это Морф от Дрима, Дима. Да, да, тот самый, тот самый. Смотрим на повторение ситуации. Главное, чтобы у него все так же было замечательно. Вообще, Морфу тут пока ничего не страшно, потому что берста никакого нету. Контроля сквозь БКБшного тоже особо нету. Выкатываешься из всего, чего хочешь. И в целом, да, немножко неприятно связки, условно говоря, Мендри. Но у тебя, во-первых, есть что стилить, а во-вторых, ты здесь не убиваем пока что. Брейма надо что-то придумать в ответ будет. Вот Гидра убрала Вайда. Не скажу то, что Вайд конкретно здесь был невероятно страшен. Он вообще опасен был. Ну ладно. Нужно убрать героев, которые не дают Морфу бить. Потому что здесь, ну, по-хорошему, никто Морфа не перебьет, когда на него дадут Алакрити. То есть, если просто соревноваться, кто больше несет урона, здесь Морф почти любого переигрывает. Поэтому лучше придумать алгоритм, при котором он не бьет. Хорошо. Я бы просто придумал какого-то ПЛа, например, на месте Гидры в бан. ПЛ, который просто оставит этого Морфа без маны. Кроме того, по АЕ у них есть только инвокер. Да, окей, инвокер приятно против ПЛа играется, но все равно впоследствии не очень. Не сказал бы. Ну, как бы. Вот он, если рассказ дал, и, допустим, не завалил, там бегает лансер с Тараской. Что потом ему скажут? Ничего. У меня фаржа и урон с руки нет, не работает с этим. Берешь иллюзиониста, который любит собирать дефьюзал. Ответ простой. ПЛ. Да, да, да. ПЛ прям напрашивается. Потому что Морфинг ненавидит быть без маны. Он прям вообще хейтер такой темы. Ну, Бэйн ненавидит ПЛа просто потому, что там бегает пачка иллюзий. Попробуй угадай, кого лупить. МК, кстати, там в самом деле тоже не очень любит лансера. Если там бегает пачка иллюзий, непонятно, ну, кого мочить, чтобы там пассивка настакивалась. Короче, бан ПЛа. Давай, Заяц. Ну. Ну же. Покажи, слушаешь? Он сейчас такой антимага или ПЛ? Антимага или ПЛ дрова. Эх, дровка не скала. Да кто вас слушает? Несчастные аналитики, да кому вообще нужны? Ну ладно. ПЛ, лови себе Заяц ПЛа, все. По-моему, эта игра закончена. Я ничего не хочу говорить, но ладно. Надо хардовика придумать, который нормально постоит и против ПЛа, и потом по игре будет полезен. Сенкинг. ДС. Будет делать иллюзию из ПЛа. Которая будет потом делать иллюзию из ПЛа. Ну ты понял. Я понял, да. Короче, крепко, но... Ну то есть я катал ПЛом против Дарксира, это правда неудобно и правда неприятно. Но не настолько, чтобы прям вот компенсировать все недостатки того, что вы даете Фантом Лансера Бреймом и у них теперь просто все замечательно. Нет, очевидно, что цитативно. Может быть элементарно, что Дарксир попадет стенкой не по ПЛу и поэтому там надо смотреть. Ну, какое-то АОЕ есть. Мне, например, Сенкинг очень нравится против ПЛа, потому что у Сенкинга 4 АОЕ-обилки. Угу. И вот он там нормально по этим иллюзиям работает и еще подстанет, может и сразу настоящего получается найти. А вот с Дарксиром такого не скажешь, но у Дарксира из перспективы. Да, потому что как минимум, как минимум, чем сильнее будет ПЛ, тем мощнее будет иллюзия со стенки. Вот она. Крепко. Крепко. Это за двух теперь, да? Да, ты говорил один, что мне рассказываешь. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну так один на первом лавле, я это имел ввиду. А на четвертом. Да, ты говори сразу. Хорошо, что сразу. Первый лавл мы вот видели, как бы они не стояли, что бы они не делали. Да вообще Не важно, то есть тут почти всегда люди выходят С равными нетверсами, ну в исключительно Резких случаях, там какие-то проблемы бывают И все, и потом Кто лучше играет с макром Все, 1.6 я перепроверил, есть такое дело 1.6, так вот, ну как я и сказал 1.75, друзья, тем временем есть другие цифры Которые мы тоже до двойки можем округлить От Winline На Бреймов и 2.01 На Hydro, Hydro все еще Теперь не самый, так сказать Фаворит в этой встрече, но по драфту Я бы сказал, что есть фаворит Брейм, единственный минус Да, то что, ну немножко жидновато Виндрап плюс ПЛ это жидновато С такими саппортами, особенно Добавят туда Вивера с Шадоу Демоном Непонятно под кого играть Берста нормального человеческого нету, поэтому В мидгейме, ну там в вёрли мидгейме Будет правда сложно Просто не делись и все Просто не делись, да, просто афк фарм Какую-то спейсуху там при помощи гангов При помощи арены создаем и все И все будет замечательно Если расфармимся на ПЛ до Манта Дефьюзала или Дефьюзала с Инжиньяши Там в зависимости от того Кстати, надо ему здесь собирать манту или не надо? Кому? Ну, у ПЛ классическая проблема Типа собирать ли манту или не собирать Потому что можно собирать, если тебе нужно Там снимать что-нибудь Здесь не особо нужно Здесь же Дорксер Окей Короче, слушай, вот мы считали станы Так, подожди, вот А почему это мы считаем только стан МК? А как же Кодснап инвокеры? Вот это стан Как же, как его, Бласт Который дизайн навешает Это стан А как же ультимейт Бэйна? Слушай, а как же Найтмейр Который, нет, не стан Это уже такой дизейбл То есть это вариация дизейбл Не-не, но я же сказал только про станы Я же не говорю про дизейбл Дизейбл есть, очевидно Но не настолько эффективно Хорошо, ультбэйна Ультбэйна, классно Нет, вроде Видишь, больше двух секунд, значит Вообще безварианты Все, больше двух секунд Жаль, что больше двух секунд Он его, правда, не продержит В этом драфте Потому что здесь нереальное количество подсейва И станов своих имеется у Бреймов В любом случае, короче Сумира, мы здесь вместе с Димоном Я так понимаю Больше за драфт Бреймов, да? Вообще да Ну, прошлый граунд Они там что-то пытались сделать Но там, не знаю Там можно было выходить Минуте после 20-й Но они еще что-то старались Здесь мы видим, что ресурсов намного больше Как минимум Это вот такие приятные линии Если присмотреться То у Марфа сложная линия Да, потому что здесь Марс, он как бы Ну, как бы мережник, да? Но 250 дальности атаки он имеет И сверху еще вьювер Который, как бы Ну, не самый сильный суппорт Но вот он скачал джимит атак И уже двоечку прописывает На регулярной основе Либо Бейн, либо Марфу Там на самом деле больно залетает Поэтому здесь, конечно же, Дрима Нужно будет потерпеть Как минимум до третьего левела Она дальше там, может быть, пойдет Да, класси, класси Мука нормально тут разваливает Под Айншеллом То есть он милишник Который взял себе еще арбу Да, и он четверка, конечно И с триденсом Но как только он получает Айншел И начинает махаться Он реально раздает этому АПЛ АПЛ, напомню, 660 хп вначале С двумя детками Это мало И до регена он еще пока не дойдет То есть очевидно, что он здесь Худак будет покупать Потому что нужен, так сказать, реген хп И манно-резист Значит, резист к магии Который будет у инвокер Кстати, инвокер здесь квасовиксовый, да, получается? Да, Аскольд будет играть через билд героя Который будет носиться по всей карте И стараться выносить ПЛ Потому что ПЛ нельзя ни в коем случае давать фармить Иначе это ГГ автомат Будет воевать Я, кстати, знаю, как понерфить Манки Кинга Не нерфя самого Манки Кинга Еще раз? Ну, я имею в виду еще раз Ну, сопротивного Манки Кинга В смысле Можно понизить кулдаун Ну, да, он задолбал на всех Ну, в смысле, на четверки играть Не знаю, сегодня он дважды пришел на линию Дважды он на этой линии ничего не делал Так это не про линию Это про другое Манки Кинга Это про вижн Про инициацию внезапно Про то, чтобы уничтожать смоки Он же макроигру тебе портит Ага Поэтому он и являлся главной четверкой На протяжении всего The International Так, ну и что? Так вот, короче, я думаю, что надо уменьшить КД на Quilling Blade И просто рубить лес, да Ну, и просто, чтобы, типа, если ты заметил Там, условно говоря, Манки Кинга Порубил Не попал на ту самую ветку Но ты можешь второй раз подрубить А он не догадается прыгнуть, когда увидишь Ну, я о том, что это хотя бы как-то поможет Ну, потому что, то есть, если самого Манки Кинга не убить То это неинтересно Никак, Тимон, вообще никак Ну, а вдруг? Ну, у него кулдаун Подожди, у него кулдаун брышка одна секунда Ну, как это поможет? Насколько ты хочешь? Ну, давай поставим, что у него два заряда Давай сделаем два заряда Во, это уже получше То есть, там Киллинг Блэй 4 секунды Ты насколько хочешь его кулдаун сделать Он прыгает с кулдауном в одну секунду Ну, хорошо, два заряда идеально Это получше, да Ну, все Что-то решили Просто как-то, ну, нерфить персонажей просто так Типа, понижаем статы Там, не знаю, спелы Вот это все, это скучно Веселее как-то Странно это делать Вот у Айсфрога Обычно любовь к перестановке талантов, например, присутствует Я предлагаю всему в этом мире дать заряды Больше зарядов, богу зарядов Ну, не знаю, не знаю А вдруг там какая-нибудь тимба новая нарисуется Вот, за секунду все Да, прикинь, приходят с топориком Сложную линию против Трентая Вырубают весь лес Что Тренту делать? Ну-ка, давай, рассказывай Как Тренту будем? Не, так Трентая Трентая и так сейчас не пикают часто А тут вообще идеи их не будет Спартаныч Боль какая-то творится прям Да, ну ладно, все, закончилось Короче, ты слился, я правильно понимаю? Не, не, потому что в смысле против Трента Используют и так миллион разных других стратегий Помимо Квилинг Блэйда А хуже не будет, да? Да, уже хуже явно не будет Никакая разница вообще для этого героя Сейчас была тем временем от Близи Уже интересно стало Ну, линия душная На этой линии Шадо Демон бесполезен Как суппорт Он здесь, ну, он здесь ничего не может, да? Там вот эти иллюзии, которые появляются Просто бегут, ну, бежит Дарксир, бежит МК Они там двумя щитками его выжигают И даже если он, допустим, спрятал одну из них Все равно бежит второй и продолжает сжечь щитком Поэтому здесь, конечно же, суппорт Вообще, по-хорошему здесь не нужен А, то есть просто оставить ПЛа, да? Пускай бегает Так он ничего не делает Я просто смотрю на этого друга Он просто Ну, сейчас отвел, например, нормально Уже хорошо Нефильд, кстати, взял себе сразу кольцо Он полностью прав здесь Такой лайн, в котором без кольца вообще никак Если бы на ПЛах собирали армлеты Он бы взял бы себе хелл Доминатор бы этот домик, да Хелл Фарен был бы в каждой игре Но он такой Но, к сожалению, на ловкачах так не работает Но благо у ПЛов есть вот эта тема Под названием худак Далеко не все, кстати, ловкачи В современности Могут собрать себе худак Не будучи зарепорченными Пабе? Ну, где угодно, на самом деле Ну, вообще, на самом деле, знаешь Это в каком пабе Если там на хай-левел рейтинге Где люди все прекрасно понимают То там, как бы Ну, худак нормально А вот если ты войдешь на рейтинг пониже Имел опыт Там На сколько? Ну, вот если ты будешь худак на Фантом Лайсере Там Ты и там получишь долю репортов Поэтому осторожней, осторожней Да я аккуратен Я вообще не особо большой фанат Сколько у тебя порядочных? Сколько у тебя порядочных? Мне очень нравится на линии В этом вопросе Она прям вообще максимально кайфовая На расслабоне можно играть Аскольд Аскольд Ничего себе он выдал тут Торнадо ЕМП Высосал ману из Виша У Виши теперь нет мана Но зато есть бутылка Можно отпиться На топе Можно пробить зайца Левен Левен Зайц немножко загулял ТП-ин, точнее, от вивера Да, стоманин пытается Спасти своего Керри Нефрит Можно дать копье Дается копье Там, кстати, еще на перезарядочке Имеется пассивочка Это все Все хорошо Сыграно отлично Переход от стомана на стопа Ты видел, какой полезный вивер? Вижу Шаду Демон даже близко не стал Шаду Демон вообще понял Как вот он По моим заветам Ну, короче, я на этой линии Все равно ничего не делаю И просто пошел фармить лесочек Такой нормально, говорит Это все, конечно, хорошо Но у меня только один вопрос Можно же просто прийти на топ И ты будешь ультраполезен Потому что с Сварцем Вы шикарно стакаетесь То есть у вас стопроцентное копье в лицо А еще ты шикарно стакаешься Против Морфлинга С которого делаешь иллюзия Они разбивают лицо Самому Морфлингу Да, так и можно было сделать Что вот мешает ему Черт его знает Но уже пора выдвигаться наверх Уже пора выдвигаться Потому что один черт снизу Вот сейчас уже делать нечего Там Дарксир стоит У него щитки третьего левла И они просто выжигают Не, ну Спартан занимается сейчас рунами Во-первых Во-вторых Под сейвом Виша Потому что на Виша Над ним Нависла опасность Над Вишла Я бы даже сказал Над ним опасность Посыливает сам себя Шаду Демон Выигрывает время Стоманин приходит У него есть еще Джимми Нейты И есть, соответственно Шикучи И возможность убить Аскольда А вот Вишна нету, да? Или есть? Сентра Есть, по кайфу Не в ту сторону Аскольд пошел Пошел бы на хайграунд Ну, в смысле на клифф То все было по-кей Ну, он не ощутил момента Тут, кстати, стенка была поставлена Друзья, наслаждайтесь Вот как, типа, иллюзия Пээла Душит Пээла Но это пока еще минимальное Сейчас душат щитки именно Сейчас щитки его задушают Ой-ой-ой Неприятно Но Фарик еще есть Пришел Элевен Подсейвить нормально Копьем разыграл Близи Погиб И теперь Мука Мука Хочешь арену иметь Но только что Вот, шестой левел Лапнулся у Элевена Можно было бы использовать арену Сбить все тут деревья Но на такой ренже Уже не придется Этим заниматься Копьем, красавцы Они уже второй раз приходят На эту линию В очередной раз спасают Фантом Лансера Фантом Лансера мы едем Так-то по натуре Сует более-менее А, он даже обгоняет Морфлинга Вообще шикарно И здесь, по сути, все, что надо делать Это вот так вот приходить На эту линию И 2-4 на 7 Спасать Лансера Если дает подвышку Да Прямо в десятый Просто стянуться на топ Снести Т1 на топе Перенести Лансера на топ И там уже его можно даже не спасать Потому что его, скорее всего, гонгать Никто не будет особо Так Связочка пошла против инвокера Копье туда же Бесконечное количество станов Даже на всякий случай Спартан, вот проходя мимо Такой Держи, дасты, братан Держи Я, конечно, понимаю, что тебя, скорее всего, и так убьют Но на всякий случай Вдруг ты успеешь выйти из-под станов Костанешь свой гоствок Несчастный Ладно Откинем Дасты Откинул дасты Все хорошо Так, дубль-3 Дубль-3 Так, все это нападает на Лансер Лансер сразу же уходит под вычку Вот приятно, короче, Лансер В этом раскладе Когда он уже покупает ход Тем, что Постоянно пушится линия Постоянно он находится под вышкой И таксирует он туда уже сходил один раз И больше он туда ходить не хочет А то Гелансер забирает под вышку Всех крипчиков У него дэмэджа очень много Ну а МК он понимает, что здесь особо ничего сделать не может Поэтому ему нужно искать новые цели Да у него вообще синдром выученной беспомощности Опа Упрыгал, смотри как Так, так Палит И курья Курица Сюда Курица два А теперь за это надо карать Надо карать Покарали Ну опять же Это стяжка мидера Так что Слишком много Слишком много Курица по-моему дали больше, чем за него 55 каждому 275 А за него дали 173 М? Мгм Математичный МК Я думаю, что выгоднее всего, что Верк все это время не фармит Начала его забрала Она топ-2 по натурсу Ну да, но так она могла на мидл вернуться Запушить тут Ну и пофармить, соответственно, в подлеске Вот это все Вместо этого и пришлось сделать ТП на Т2 Дрим с Фалконблейдом и Морбид Маск У него все просто замечательно В вопросе таймингов Да, конечно, может быть у него там не топ натурс на карте Но его, главное, оставили на некоторое время Не напрягает вообще никто И он пришел фармить его стаки А вот за это надо уже погибать, конечно Это нагло Это нагло От молодого Кыргыза Копье было отправлено в Дарксира И надо бежать Надо бежать Маны нет И вообще ему не дадут Ну да, но ему все равно не дадут ничего Просто время надо выигрывать Да Может там Копье выкинуть какой-нибудь в Дарксира сейчас, например Ну ладно На миде тем временем продолжается веселье против Муки У Муки четвертый левел На полчетыре на десятой минуте Возможно к нему сейчас И он без сапога бегает по карте Это вот такая ситуация, что неупрятная для МК А кто забрал книгу? Вот у меня главный вопрос Потому что я не вижу, что на Бэйне было много А, Бэйн, да, видимо, да Зайдскал Это моя команда Это моя книга Ну так и надо Физгрип, физгрип, да Ну физгрип, правда, полезнее будет, чем 6-й левел на Манхи Кингера Ну если он его реализует Обычно тут нажимается смок И ребятки выезжают Минвокера урон жемится Зайдскал Пошел Пуржа Пошел на кит Всего что так возможно Попытался не отмер кинуть И тут как бы МК говорит Нет, лучше бы у меня была книга Я был бы 6-й, а ты бы умер 4-го левела Да Оказано Вот то стрел книгу Потому что МК у нас на математичах, да? Да, чисто на них Понятно Ну смотри, что им приходится делать Он уже без сапога вот в какой форме он перемещается Слушай, ему все-таки, видимо, дали книгу Потому что откуда у него появился с 4-го Уже 5-й практически к 6-й, да, там, фуловый Видимо Он спрятал книгу Спрятал книгу Для МК Отнес ее в леса, да, там Физгрип на Вивере Неплохо сыграно Ну вот, реализация ультимейта от Зайца произошла Пускай это пост 4, но это все еще полезно Спартант, паут Накинуть пакет БМУ на голову, но не накинуть Окей, чилим дальше Что дальше делать? Дальше Дмитрий Я думаю, ждем, когда Брэм нафармят себе все слоты Я думаю, да, для Брэм гайд 1 Дальше мы сидим под вышкой еще 30 минут И просто делаем локальные вылазки Убиваем героев По одному Сейчас инвокер пытается убить Копьем мимо Фокус фаер, но Тут приходит МК Жучки Мимо Вообще все мимо Ну, это Брэм и делают вид, что они играют доту На самом деле это не так На самом деле они просто откидывают все сплы в какую-то сторону Чтобы противник думал О! Все серьезно Так, надо напрягаться Надо что-то делать Но они из-за этого забудут АПЛ АПЛ рано или поздно вспомнит о них И вот тут начнется дота Вообще можно даже на самом деле Вот им и в пятером сидеть под вышкой Просто главное, чтобы они фармили Пока Пока гидры не заходят в леса Пока они жестко не наказывают Прямо такой, знаешь, вот жестко заходят И сразу там одного, второго, третьего Пока вот этого не происходит То Брэм и могут сидеть на себе на базе И устраивать челиварню Но 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 Марс Марс крадется У Марса есть ульт И Как-то Шаду Дем Он дерзит Бэйну Или Бэйн дерзит? Подожди Бэйн дерзил Не, ну позиционка от Бэйна Конечно, крайне сомнительная С другой стороны Он забайтил на то, что Дрим сейчас Может вместе с Близзи Развалить двух или трех игроков Нет, не смогли Размин саппорт на саппорт Смотри Дерзил Бэйн по итогу Бэйн дерзил Он байтил Да, да, да И заметь Верка, она вообще даже не думала ТАТПшиться То же самое касается Лансера Который вообще не уходит Со своего треугольника И в сухом остатке Они дрались 4 в 3 И размен 1 в 1 Идеально? Идеально А, не фритфарит? Даже по деньгам Сколько разница 231 золота Против 226 Это идеальные саппорты У Муки великолепный геймплей сейчас Он показывает Знаете, вот есть такая штука Как покажи Вот они показывают Да, Димон? Надо срочно нервить Он показывает Пээлла Который фрифармит И все это время Возможно Он рассказывает Даже какой там Крип умер Еще что-нибудь такое Короче, какую-то важную информацию Вот Верка пауэршотами Смотри С шаду демона Тихонечку накидывают Ищут его Ой, там даблгангер Короче, это Это маневры Это маневры Но он раздражает их, конечно Он слишком много информации дает Вышка, правда, дает больше Но Ничего страшного Так Дисконект у нас от Дрима Подождем, как он вернется Посмотрим, кстати, пока на кайфы Мне даже интересно 1.47 на 2.55 Ну, постепенно, понятно Становится, что Гидра это может не выиграть Я бы сказал, что это было понятно Ровно в тот момент, когда Господин Зайцы Не забанил Пээлла Вот И было Ну, то есть Это очевидно, да У тебя в голове почти всегда На 99% случаев Есть мысль о том Что если я хочу морфа Я баню Пээлла Это вот прям Ну, вот такая Ну, мысль Которая должна у тебя быть На автомате Но они согласились Я уверен, что они знали Что это будет Пээлла Они понимали, что Если они его отдают То они должны будут Против него играть Именно поэтому Так быстро они пикнули Дарксира Потому что они считают Что Дарксир Может это законтрить Ну, если получится Удержать на месте Да Просто, знаешь Вот всегда к Дарксиру Хочется иметь Джики Роса С Айспасом Ну, который сейчас Не имеете Сын Кинга Па, кстати Еще смотрится более-менее Когда Дримку Оставится аганимный Там Если выберешь Очень Ой, минус 2 смока Там, короче Будет очень долгий стан И довольно-таки Много урона А здесь такого героя нет Поэтому Здесь Дарксир Он ненадежный Ненадежная закрывашка Для Фантом Ласси Давай скажем так Все герои Которые были бы Хороши против Пээлла Равно таким же образом Были бы хороши Дарксиром Ой-ой-ой-ой-ой-ой Что творит Мунгка? Вот это мука Это скилл No luck Just kill Солянова Мгновенный Ответный смок Пошел от Гидры Гидра хочет играть Играть прямо сейчас Вышку забирать Вышку прямо сейчас забрать Марс без арены. Марс без арены, накатываемся в центр и забираем. Все. А дефать есть кем? На месте Бремов даже не надо ее дефать. Можно, конечно, попробовать, но без арены будет сложновато. Нефриту бы здесь не подставляться. Финсгрип пошел на Shadow Demons, но это пятерка, на него можно. Тем более за... Иллюзии, иллюзии. Выжигают ману, смотри, пошла. Пока еще нет. На вторая, третья, вторая. Хорошо. И ланцер, ланцер уже боец. Все, он может драться. Посмотришь ты на его боец, когда он сейчас соберет снова вот этот окторин, линз, и будет издалека накидывать вот это вот. С морфингом он так-то может и в ближнюю сражаться. С морфингом он морфинга перебьет, если они в долгую бодраться. Так, пошел контроль на ПЛ, ПЛ дает Допплгангер, сваливает, пытается хоть что-то здесь сделать. На самом деле, зря он вообще сюда пошел. Он уже понимал, что здесь вся команда находится. Вообще, почему он идет вперед один из пятерых героев? Я понимаю, что он боец настолько... Просто пять героев, он один из пятерых заходит. В общем, пять героев стоят у него на этом миде, типа он почти всех видел точно. Марс, как инвестор, вообще... Он знает, что у него нет арены, и он такой, пацаны, я байчу. Марс вообще в виду имел вот этого фантом-лайнсера, он там что-то бегает, развлекается, он даже Бэйн тепло. Бэйн даже, типа, у Марса... Я прекрасно понимаю, типа, а куда идти? Арены нет, он только что ее отдал. Теперь его душат. Он думает купить Блинк, купить Блинк. Купить? Давай, давай, молодой, пять голды, пять голды. Шесть, 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 пять, пять, четыре, три, две... Щит, подними щит. Красавчик. Покчем, все. Ну, калькулэйт. Переграл, уничтожил. Нет, да, конечно, красава, вопросов нету. Возможно, возможно, что Пэйл специально отдался, чтобы Марс успел дофармить Блинкдаггер. Дима, это в твоей фантазии. Это уже, это дополнительный, да, уровень, типа? Следующий слой сумрака. Это как там, теория гениального, а теория великого, вот как я... Да, да. Новый критерий у нас будет в студии. Теория великого. Близис с Аганимом, кстати, уже. Аганим, как вы знаете, делает из вашей команды команду убийц, потому что вы большие, вы с демиджем. Жесткие. И вы можете, значит, под двумя шеллами ходить. Это уже крепче. Да, это, типа, знаешь, это теория о великом, когда вот не было трусайтов, особенно с нашими командами, которые давно и снимались, и думали, о, наши мальчики, по-любому, там, жесткие, Special Tactics, они круто, они круто стараются, они там на драфтах все отлично обсуждают, у них там такие mindgames идут, ну, в общем, ну, в общем, короче, там профессионалы. И потом выходят вот эти вот такие матрусайские с мажора, ты помнишь, да? Да, конечно. И вот там у всех полыхнуло, вообще у всех, когда все увидели, как оно происходит на самом деле, вот, мне кажется, вот сейчас у Брэймов у них что-то похожее происходит, даже, может быть, на самом деле это так странно, потому что у тебя же все стримили тысячу лет, ну, может быть, там, Солочек и, ну, да, Солочек тоже стримил до своего въезда в Вегу, и ты же знаешь прекрасно, как эти люди разговаривают. Нет, 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 подожди, тут есть вторая теория, смотри, теория очень простая, что когда эти люди играют в турнир, они серьезные, они стараются, они не рофлят, они не играют на пофиг, они профессионалы, ну, или там, не знаю кто, они там киберспортсмены, там, тир-один игроки, но на деле, на самом деле, в большинстве случаев, по крайней мере, по практике, вот сколько там, 10 лет мы уже общаемся, почти все игроки, которые вот выдают себя, как на стримах, да, там, ты там, уважаемый господин тысячного ранга, и так далее, в принципе, они так же себя ведут и в команде, просто стараются уже не негативить, не негативить уж на полную катушку, да, но все равно многие из них не справляются. Так, сталманент влет, тут у нас забирали Аегис, отдали его ПЛ, ПЛ надо будет два раза убивать, но Муха умрет, убили Вивера, а тут убивают, у Игера нет, Мука падает, да, да, ну, близи рядом. Давай, копье, 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 еще одно копье, закидывай, закидывай, в Бэйна, пошел, 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 давай, цель взял, вперед. Нет. Эх. Не взял. Ладно, слушай, ну вообще, делаю с трёхким испугом, так-то они разменяли четверку в четверку, опять у нас по деньгам размены 288-21, такие филигранные прям размены с одной другой стороны. Смотри, меня в счет 8-9, сама Дота уже не понимает, сколько денег кому отсыпать, они вообще собираются типа что-то делать в этой игре или нет, она думает. Это Риллблэйт появляется на Морфео. Мне кажется, что... Ты хотел добавить. Да, да, да. Ты хотел добавить. А что я до этого говорил? По поводу киберспортсменов. А, вот, вот, вот. И они, наверное, пытаются сдерживаться там, знаешь, как-то вот, ну все равно вести себя там хорошим образом, даже если посмотреть Труссайт ВП, когда вот они играли за Интернешнл, когда тот самый легендарный состав развалился, то есть даже там было видно, что в команде не все спокойно, и есть такая напряженочка, ну и после чего, естественно, состав ВП постепенно разошелся. Ну куда? Ну а теперь сошелся обратно у нас целых три игрока бывшие из золотой пятерки. Да, да, почти четвертый зашел, но это... Да, да, чуть-чуть не хватило буквально. Так, Заяц, Заяц, веселье происходит у нас бодрящая и минус ВРочка. Стоманин тем временем пробегает, мимо просто смотрит на это все. Да, но нефть не прицейгисом. Ты один их пятеро, ты один их пятеро. И что? Ты не веришь в него? Я не верю. Почему? Я не верю в ВРку, который пытается бить любого героя, на которого кастуется слип. То есть это на самом деле такая ситуация, вот ты ВРка, ты бьешь героя, ему дается слип. Угу. Ну, ты же не хочешь дальше бить. Ты же сам, да? А что если со следующего удара этот чел умрет? Маловероятно. Ну ладно. Если там было три опиры, слушай... С критами там, друг критонишь. Да, да, да. Может быть. Ну так нет, короче, ВРка не может без БКБ безнаказанно идти вперед, вообще ни разу. Потому что она сейчас пошла вперед, ее просто моментально щелкнули, и при этом до этого у него все было хорошо, по статистике было 4-0-0. Но он не имеет права идти вперед. Вот он должен... Не должен, ему нужно с Блокимбаром, тогда он может попробовать. Так, тебе время. Вблизи привился Блинкдаггер. Кстати, Инвокера убьют. Убили. Да. Домили. Финсгрип против Марса. АПЛ где там? АПЛ обнимает Дрима. Дрим понимает, боже мой, это же Фантом Ланстер против Марфа. Я же этот план не выигрываю. Суда, давай пошли работаем. Хорош. Ой, лупим. И ноль помощи. Ноль помощи. Пока. Хорош. Все, все, спасли. Спасли Дрима. А Ланстер... Нет, Ланстер остановился. Да он правильно все делает. Заяц делает тэп аут. Марс не сможет ничего сбить. На самом деле, если бы законтролил бы Нефрит свои иллюзии, то, возможно, сбил бы иллюзиями Найтмэр, и таким образом Элэон смог бы еще дать стань по мейну, но это уже в моих влажных мечтах будет. Ну, вот оно, слушай. Ланстер начинает уже так подразваливать, при том, что мы видим Марфана 2000 больше, но он уже не знает, что делать с этой армией иллюзии. И если Дарксира разваливают, а Дарксира можно развалить там, можно Варина Марс его поймать, можно ему там уйти ультимейт шадо-демона дать убить через фокус-файр, то Ланстерам уже сложно бороться, а у него только 1600 хп. А он уже разваливает. И нужно придумать что-то, Димон. А нечего придумывать. Ну, типа, сейчас идея в том, что Близзи только-только получил Блинкдаггер. Вот еще до файта, вообще уже после файта, по факту, он к нему прилетел. И с этой идеальной инициацией, да, вот эта теория идеального замеса, она все еще для Гидры работает, потому что все еще нет Тараски, условно говоря, на ПЛ, да? Нету Октарина, нету вот этой всей грязи, которая потом появится и которая не будет давать тебе вообще выигрывать УПЛ-а. 80 фпсов, говорит, Виш, да, с серверами что-то не очень сегодня. 80 фпсов, вопрос такой. Да. Я просто всю жизнь играл, у меня было не больше 60. Нет, слушай, то, когда ты играл, там, блин, и 10 фпсов было not bad at all. Я просто не в теме. Как бы, а пинг из Киргизстана, подозреваю, тоже не самый приятный вообще в доте, но... Понял, понял, все, был неправ. Залепил свое дуло. Так. Димон, я уже разошелся. Разошелся? Сколько он тебе понадобилось? Да, какая каточка. Мы тут 12 часов, и вот только сейчас. Не, нужно, чтобы борьба была. Сейчас мы видим, такая борьба, она происходит, но, блин, лайнсер, он как-то портит интригу. Да. Вот мне было бы лайнсера, реально было бы круто посмотреть, кто кого. А так, мы еще на драфтах отмечали, да, что там лайнсер просто весь пик закапывает, если его быстренько не взорвать. И он пока реально вот намекает, что он может. Так да. При этом орфа обгоняет, но это не сильно, да, то есть это всего лишь навсего 3000 голлы, по сути весь перефарм, но даже с этим перефармом у них пока не получается душить. В идеале, чтобы они бегали в аражеском лесу, а не вот свой трюгольничек фармили. То, что сейчас происходит от Гидры, идеально описывать никнейм игрока, кого там, Hellraiser, время в никуда как бы происходит полностью. То есть ты знаешь, что что пл тебя рано или поздно уничтожит, а ты просто продолжаешь фармить, и ты такой, ну ладно, хорошо, ждем. Ну, то есть очевидно, что вот, например, в случае с Дримом, ему придется сейчас дофармить это БКБ, потому что иначе он просто не будет получать какой-либо возможности в драке существовать с маной, а мана ему абсолютно точно нужна. Это герой, суперзависящий от маны в тимфайтах. Да, 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 да. Ну, они стараются, но... Как это все это пробить, я думаю? Дарксир становится потихонечку бесполезным, да? То есть вот он есть. Вот представим, что Марс и Верк нажали два БКБ. Вот у них есть два БКБ. Все, Дарксир их не дамажит вообще. Ну и Лайнсер, вот представим, что он там нажал Дупплигангер. Все. Ол Левен влет в Зайца. Ну, арена на одну пятерку такая себе, конечно. Я думаю, она вообще, в принципе, была лишняя. Он просто ее ставит вообще, видит любого героя и ставит ее. Даже если она не нужна. Зато, знаешь ли, в этот, как его, в спарте его не скинут в колодец. Как говорил этот. Ну, помнишь эту тему от Гостика? От Гостика какую? Ну, чтобы если... Я не знаю от Гостика, я не знаю. Я смотрю от Гостика, по-твоему. Я похож на человека, который смотрит Гостика. Ну, у него была цитата. Он скидывал в Твиттер просто тему, и это все разошлось там на Сайберспорте. Я, кстати, я в Твиттере только одну тему прочитал. Даже не в Твиттере, а на Сайберспорте. Вивер! Вивер душат! Убили. Я только одну тему читал, что его спартанцы бы скинули в колодец, потому что не может попасть копьем в Марс. И о том, что зато Элова на не скинули бы. Что этот молодой человек сразу... Он не копье кинул, он арену поставил. Да, и копье потом кинул сразу. И о том, что все делает чел нормально. То есть он на уверенности. Он понимает то, что... Да, окей, если не поставили арену, а вдруг будет массовый файт какой-то важный, и мы не сможем отрубить быстро Бейна, то будет плохо. Лучше перестараться порой. Ну, возможно, возможно. Я вот думаю, когда попробуют занять троечку гидра, потому что, ну, лансер уже тут живет на этой тройке 15 минут. Он 15 минут этой тройки не выходит. Надо... Захот от зайца вместе с тримом дриму больно, может быть. БК-башечка нажата, и виндранжер просто АФК в тарелку поддрыженом. Там байбэк, там байбэк, байбэк, надо уйти. Он молодец, он убил героя, выбил байбэк, и теперь надо уйти. Но нет. Но нет. Маките ему. Но нет. Ну вот пакет на голову. Все хорошо, сейчас уйдет, сейчас уйдет, сейчас уйдет. Еще и вейжн завязал от виндрэвы, все хорошо. Боин красавчик, Заяц засейвил. Заяц молодец, да. Мука. МК, МК теперь. Можно продолжить. Мужик, биги, 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 биги. Ой, иллюзия-то летит, иллюзия-то летит, как бы ты ни прыгал. Что ж происходит-то? А тут орчат, у муки орчат, если что-то. Понятно, надо или не надо. У этого молодого человека над ворс 5500. У него орчат просто слотом, без ботинка, без всего. О, чисто вот орчат. А это классические МК, они сейчас любят собирать вот там, либо орчат. Пабия там в скате видел вообще некоторые собирают. Кстати, я могу обратить внимание. Вот открой нейтральные вещи Бреймов. Сейчас займемся. Там есть фамбрейс. Да, и? И он вообще никому не нужен. Ну, по Элу яблоко дает больше. Я знаю, но там еще четыре героя. Неужели он вообще реально никому не нужен? Так, сейчас смотрим, фамбрейс, нейт, соответственно, шлепалка. Ну да, да, слушай, тут у всех лучшие артефакты. Не знаю, Марсу он отлично заходит просто. Не, реген Марсу нужнее. Нужен ему реген, какой реген, дядя? Нужен ему реген. Постал арену, кинул копью, ушел. Классный реген. Тогда, то есть, ну ладно, ты можешь фармить с этим регеном, не шлепать там, кого хочешь, там он в эрк и бегает, шлепал, и нормально. Но на замес лучше брать, ну, хп, потому что в замесе нужно просто хп и урон. Ну, нет, да, я с тобой согласен, но в целом не такая большая разница. Опа! О, ну слушай, это дрим, это наш мальчик. Это дрим. Ну, гнал на дрима. Кто говорил, что он не очень морф, вот он просто бегает. Вот он, 7-0-1, солид. Чел просто разваливает кабинеты. Жалко, что его капитан решил не банить Пэлла, да? И жаль, что, да, 7-0-1, и да, еще хорошие шансы есть на то, чтобы выиграть, но на выигрывать надо уже быстрее, потому что 26-ая минута, а вышки что-то стоят. И вот... Потому что вот вышка сверху стоит, она уже слишком долго там стоит. Да, она состарилась там уже, и 85. Ты же знаешь, что у Т1 вышек летосчисления идет как у кошек? Можно. Ну, они стареют быстрее, ну, типа, у животных же, типа, один человек сегур. Я в курсе, в курсе. Ну, соответственно, вот у Тавров, ну, вот. Хорошая была шутка, да? Отличная шутка, да? Отличная шутка, да? Это была хорошая шутка, да? Это была хорошая шутка, да? Трочек учат, если это была хорошая. Попытка на хорошую шутку, ладно, четверочка, если нет, и вы лост. Ждем, что-то сделает гидрное о чужом треугольнике. Ну, что-то они хотя бы его заняли, это уже хорошо. То есть, как минимум, если они занимают треугольник, они делают так, что сложно контейтить Рошана, да? Потому что там уже в других местах бегают бреймы, и им, как бы, подальше бежать до этого Рошана. Но Рошан падает быстро. Если кто-то втанкует для морфа, потому что если он получает баши, то Рошан умирает в разы медленнее. Поэтому вот кому-то бы потанковать там, не знаю, Дарксир, например, было бы здорово. Но он, в принципе, нормально, они так его забирают. Вот. И вот теперь, если уж драк нет, ну, как минимум, Рошаны, Егисы, Аганимы. Да, вот они прям, нажали смог. Они тут же опоздали. Зачем они нажали смог, типа, они же уже поняли, что все. Кто их знает, они там. Ну ладно. Просто я думаю, что им все равно не особо надо драться. Они должны дождаться Аганимы на Вивере. Они должны дождаться Скайли на Пейле. Либо сразу идти, да, либо вообще не идти. Ну, сейчас они побегают, смоги зайдут на вражеский треугольник. Может быть, сейчас сюда зайдет МК. Но у них хорошее количество вижена здесь, поэтому они увидят МК, они видят МК, они пытаются его сбить, они пытаются его найти, добить. Тушить! Кто-нибудь мне объяснит, как вообще связка могла сработать? Ты видел, сколько там километров нитки должно было? Подожди, кто тут гнал на смок? Видел? В смоке вышли и развалили. Просто изи, изи фраг. Да, все. Кто звездил? Никто. Да, кто звездил? Ну и теперь их пятеро. На самом деле, так-то они сейчас тут четвером находятся, они могут подраться. Еще инвокеры нет, они тут вообще пятером против троих. Морф у нас, да, понимают, что что-то тут иллюзии лансера бегают. Нужно аккуратнее себя вести. Лучше не подставляться. Что делать, что делать, что делать? Вообще надо виверу дать дофармить агонием. Что-то я вот так как представлю. Бегает фантом лансер, у него там, например, 3000. Купитараску будет 4000. Его почти убили. Тут вивер нажимает млэпс. И он снова бегает, у него там снова куча хп, он еще регенится как черт. Короче, нужно виверу дать дофармить агоним. Агоним очень много дает в этой игре. Прям очень много. Он, конечно, будет его издать. С другой стороны, я бы на самом деле думал о том, чтобы сейвить верку. То есть и о том, что пэла все равно, скорее всего, не пробьют? Не, можно и верку сейвить, тут понятное дело, что... Верка имеет очень маленькие кдшки на все. И если ты ей даешь шанс на то, чтобы нажать еще раз шейкл-шот, еще раз эвэйжен и еще раз с пауэршот, то верка твоя довольна по жизни. Просто пока верке очень мало нетерса. То есть как вот я вижу замес с веркой. Вот она дает фокус-файр. Допустим, фокус-файр закончился, да? Ну или там цель умерла. Все, мать, свобода, можешь там паковать свои чемоданы и уходить из замеса куда-нибудь подальше. Единственное вообще, зачем она нужна, это там кидать шейкл-шот, все. Там она дэмэджа вписывает мало. Да и если в фокусе она разваливается ментально, там, 5 брони. А у лансера 28 брони, и вот он реально вот каждую секунду он наваливает. Просто вламывает с вертухи. Одному, второму, третьему. И вот о нем нужно заботиться. Его нужно охранять. Шиву Дарксик, кстати, будет делать, да. Один из лучших артефактов против иллюзионистов. Жалко, что Розеанс, конечно, пошел вообще в другой чат, потому что Радик сейчас реально никто практически не берет, кроме нефрита на ВК. Он, кстати, эту штучку собрал. Сейчас будет двоечку прописывать. Нормал панч. Дарксир, знаешь, вроде бы хорошие герои, но брони очень мало. Он как танк слабенький. Теперь мы узнали, что половина чата нашего является пожилой вышкой. Поздравляю вас, друзья, с этим достижением. Так, я не знаю, что у нас... Давайте посмотрим, что по кэфам, а кэфов нету, окей. Все еще можете использовать баннер по трансляции. А мы тут... Что? Мы тут в паузе. Вернулись? Нет, парни? Да, вот остался только Dream. Игра начинает быть вот прям яркой. Причем она может закончиться буквально за одну минуту, за один файт. Но с другой стороны, те парни, у которых меньше лейта, у них сейчас имеется аегис, и... Они могут реально здесь снести сторону, создать что-то непоправимое, бремя где-то могут ошибиться. Ну вот это все. Интрига хорошая, Дима. Интрига есть. Сонаристом. Тебе надо прям сценаристом становиться. Тизеры писать. Для сериалов и фильмов. Не-не. Сейчас я, к сожалению, не захайпим во время паузы. Сейчас как только она отожмется, ух, начнется. У-у-у. У-у-у. Сможет ли... Сможет ли инвокер нажать медас? На крипа. Вовремя. Самая главная интрига сегодняшнего дня, если что. Первым пропишет двоечку. Кстати, да, Нормал Панч, напомню, очень крутая штука с точки зрения того, что его поняли... В смысле апнули. В свое время, помню, Форс просто диком матерился и прям печалился на тему того, что Нормал Панч может мисснуть. А так как ты играешь против фиговой тучи ловкачей, обычно, да, то есть Нормал Панч очень хороший именно против ловкачей, то они очень часто собирают себе эвэйжен или имеют в пассивках на талантах эвэйжен. Ты можешь просто промиссовать. Это, конечно, полная дичь, потому что, ну, тычка за 1300 рублясов. Сомнительно. 1400 рублясов. Там еще механика прикольная. Нужно бежать. Преодолеть расстояние. Ну, к слову, маленький кулдаун. 400 секунд, это пойдет. И он не требует мало, кстати, мана, что немаловажно. В играх против инвокеров или дионистов, где-то может быть разок и вот этот результат. 1600-го нормал панча сейчас все маны просто улетают. УПЛ, он в печаль. Скобочек так, конечно, не будет, но все равно. Что хотел сказать-то? Да, у нас дальше, напомню, друзья, противостояние Ноу Марси против Ханов. Ноу Марси теперь еще интереснее, потому что, по слухам, их в инстрайке подписали. Вот. Бейты, последняя против Империи, последняя серия, она должна быть более-менее балансная, потому что обе эти команды находятся в самом низу таблицы. Вот. А Уханов, ну, да, но я не о том, что что-то смеешься. Ну, интересно, вот катка эта Кривейва против Бремов была, где как раз-таки Милва комментировала, потом сказала, что Фишерман, Фишерман, Космин, Фишерман, Фишерман был очень хорош. Вот. Кстати, Ашера уже вот после предыдущего Best of 3, как вы понимаете, обыграв Немегу, захватили себе топ-2 стабильное на групповой стадии, что означает то, что они будут играть против либо Бремов, либо Гидры. То есть получается, что Лил был неправ и молодняк тащил? Ну, вообще, да, если что. Не, а это мы увидим на ДПС. У нас будет целых шесть недель второго дивизиона, первого дивизиона. Все еще считаешь, что, кстати, первый дивизион будет полностью переоценен. Слушай, учитывая то, что Лил вообще ни с кем не играет, я думаю, тут что бы вообще не произошло, что в любом случае малые будут правы. Да, так и есть. Потому что Лил, ты не станешь старик, да, во всей сцене? Нет, просто там история такая. Там типа история, парни, ну, я не знаю, просто по новостям смотрел, там, мол, у меня будет классный состав, вы обалдеете, и потом, это следующая новость, так, в этом ДПС-зоне я не участвую. ЛФТ. Ну, если я правильно, если я правильно, правильно, правильно помню хронологию последовательность. Ну, да, возможно. Слушай, было бы забавно, если было бы наоборот. Парни, я в этом сезоне участвую, парни, у меня отличная команда. Да, кстати, это было бы лучше. Так, пауза отжата. Это не может не радовать. Мы продолжаем смотреть с вами третью карту в рамках второго БО-3. Мы ждем захода. Да, то есть мы видим, как Мортлинг купил себе, вот у него вот сейчас латы есть, да, у него БКБ. Мы ждем захода. Чем раньше, тем лучше, потому что лансер у нас медленно, но верно вот выходит, вот входит в ту самую кондицию, когда его отчет должен убить, и вот он уже думает о том, как купить себе шарт. Шарт он уже все купил. И это уже тот самый спам, из-за которого сложно зайти на хайграунд. То есть если вот подходит у нас Гидра, уже один герой делает столько грязи, что там почти невозможно зайти на хайграунд. Главное еще сверху дожить с талантов, вот это все. Да, ну он так тоже 20 левел. у него все хорошо, у него все замечательно. Вот, и поэтому все, что надо делать сейчас в реймном, это просто тянуть игру настолько, насколько это возможно. То есть поменьше загуливать в лесу, как вот Ивир делает, смотрите. Он загулял, его быстренько шлепнули. Что-то его просто не стало за секунду. В секу, да, в секу его разнесли. Сейчас надо просто терпеть и выходить в ступер лейт гейм. Потный лейт гейм. Где самый потный талантер. Ну, с другой стороны, можно дождаться просто окончания региса и попробовать где-то самим найти драку себя через смок. Ладно, хорошо иницировать. Влет от Виша. Ой, хорошо, иллюзии. Смотри, как они душат уже. Они уже душат. Пошла, пошла, пошла. На. И Зайц такой, парни, не надо, да, за шо? Нет. Я даже противника не увидел. Да, реально неприятно. Эмор в процеточку пытается своими иллюзиями что-то сделать. Но пока Лайцер сцельная. Ну, короче, вот уже такая ситуация, что если Лайцер кидает иллюзию, трудно, очень трудно воевать. То есть сейчас надо в гидре начинать драку первыми. Причем, вероятно, так, чтобы они въехали в Лайцера вообще со нулевой. Это понятное дело, что это сделать очень сложно. Но тогда есть вариант номер два, просто убить кого-то из команды Phantom Lancer, а дальше запинать за счет численного преимущества. И эта сложность идет, потому что нет FlyVision, да, то есть у нас единственный, кто может попытаться дать FlyVision, это Monkey King. Блин, он как-то отлично с этим справляется, на самом деле. Нет, отлично справляется, да, он просто, он играет против Марса. То есть если в ARK дает пауэршоты, его там вот где-то в секунду увидели, прыгает Марс, арена, и все, и он падает. В этом сложность для МК, он вынужден играть супераккуратно. Виш вернулся, не знал о том, что Shadow Demon тоже дисконнектнулся, написал go. Мы его остановили вовремя. Что-то прям сложная идет игра с точки зрения дисконнектов, минут уже 10 мы точно в них провели. Но ничего страшного, надеюсь, и вернутся, и все будет хорошо с нами. Морф может превратиться в лансера, и Брейм проиграют, пишет нам в чате. Человек под именем OG Hapman. Так вот. Уважаемый, это все, конечно, хорошая теория, но практика другая, потому что самое главное, что Морф не забирает таланты. И многое другое. Вообще, я помню игры, когда еще не было вот этого вот фантом-лансера, который собирается через шарды и талант на КД спирит-ланса, а игрался через чисто физический билд с эвэйженом. Когда V-Tune, играя на Морфе, полностью копировал билд ПЛа, и полностью превращался в ПЛа, и все катки провалил чисто в ПЛа. Ну, в смысле, будучи ПЛом. Это работало, но, мне кажется, в этой версии фантом-лансера уже не сработает. А если кто-то собирает линк-ин-сферу и повесит на фантом-лансера? Ну, не прикольно. Кидаешь адаптив страйк, и потом уже Морф. Он летит еще. Это правда. Ну, у тебя Этериал есть, тоже летит, конечно. Ну, тут проблемы с рейнджем. Вот видишь, у Морфа рейндж очень большой, у Этериала поменьше. Как же близко там летают стрелы, сбивают деревья. Буквально в одной секунде от смерти Монкикинг находился. Я напомню, что на нем гем, и это означает то, что ему умирать вообще ни в коем случае нельзя. Заканчивает Сайегис через 9 секунд. И Бреймы идут. Бреймы идут. Бреймы идут, Бреймы связывают. Это минус Монкикинг. Ну, как вот я и говорил, да, то есть, очень опасно, очень опасно вот так вот прыгать. Как играть в доту, если даже с 5000 перефарма, с Айегисом не можешь навязать никакую драку? Так он сейчас, дожди, он сейчас заканчивается. Так я и говорю, все, он закончился. Я том, что предыдущие 5 минут ты что-то видел, я не видел. Только соло киллы по 100 монину. То есть, дотра для Гидры... 5000-то мало. Ну, ладно. А что дальше делать? 1000-то очень мало. Для копика, ну, тут, не знаю, тут десяточка минимум нужна. Просто я не вижу аутов для Гидры в данный момент. Им реально сложно как-то это перевернуть по-человечески. То есть, нужно сделать так, чтобы сами Бреймы где-то ошиблись, подставили VR-ку, Таня успела ничего нажать, умерла, байбэкнулась, умерла. Когда ты знаешь VR-ку, это может произойти вообще на ези. То есть, вообще, как говорят Бреймы, тут все что угодно может произойти. У нас вот Ашер, как ты сказала, второе место в турнирной таблице. Да? Ничего не путаю. Кто? Ну, Ашеры, второе место в турнирной таблице. Да, да, да. И ты видел, как сегодня играл их кэри. Он там в кнопках потерялся. VR-ка с гемом! Да. БКБ, мать! Да. БКБ! Нет. Блин. Поздно БКБ нажало. Там 100 монин дал даже таймлапс, но вы понимаете, что он не особо хорошо сработал. Да, да, вот он. ПЛ, ПЛ в печали. Слушайте, мне сейчас скажут, что я знаю сценарий, потому что я только что сказал, что VR-ка ничего не нажмется, и сама же ошибется. Финсгрип хорошо на ПЛ сыгран, он в таверне. Вот видишь, Димас, а ты там... Так я тебе говорю, я походу все знал. Нет, я ничего не знал, это переобулся во время прямого эфира, вот что ты сделал. В смысле? Я сказал, что не вижу аутов для гидры, кроме как если бреймы сами пойдут и нафидят, и особенно это должна сделать VR-ка. И VR-ка вот прям буквально через несколько секунд пошла и сделала это. Тогда не говори под руку этим бреймам. Так наоборот же. Нам же нужен эпичный замес в конце, чтобы игра закончилась не о том, что кто-то загулял, а его пошли спасать, и они все умерли, и в итоге какая-то фигня произошла, нам же хочется увидеть эпичный замес с крутой мумами, а мы видим, как VR-ку начинает бить, и она там поздно нажимает все свои кнопки, а потом еще все остальные идут за нее впрягаться. Самое забавное, что за нее пошел впрягаться Phantom Lancer. Это вот самое забавное. Ты, походу, правда сценарий не считал, да? Тут уже все расписано, не волнуйся. Вишь, они сейчас нажмут еще смог, короче, и без PL-а пойдут умрут. Смотрим. О, они пойдут, у них линия отпушены просто, к сожалению. Так, хорошо, ты мне что-то должен. Сэндвич. Два. Ну как бы я тебя за язык не тянул. Тебе с курочкой или что? Ну да, ты сам. Хорошо. Так, 13 тысяч, друзья. Вот уже, уже более-менее преимущество. Уже так-то нормально заходить. Главное, чтобы они взяли Аегис. То есть сейчас можно не торопиться. Те кулдауны у них будут. 10 секунд ультимейта бейна. И просто моментально забыть Рошан. Рошан падает мгновенно. Кстати, там чат тебе подсказывает, что можно законтрить линку на PL, если она есть, тем, что можно нажимать на иллюзию PL-а. Морфлинг. Не, можно, 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 я это понимаю. Я-то просто... Чё? Усложняю задачу. Чатик я моментально решил, а ты её не решил, понимаешь? В чатике я не сомневался, в отличие от тебя. Так я же не Dream на морфе, а что сделаешь? Да. Я тебе уверяю, это именно Dream пошёл сейчас в чат, написал, сказал, что там это... И все подхватили, делали вид, что все вкусно. Просто линка вообще очень хорошая штука, да, потому что здесь у нас Бэйн с Финсгрипом, он на самом деле подушивает. Мы видим, как он Финсгрип сейчас Phantom Lancer взял, ему было больно. Какой-то Lotus было бы здорово собрать. Не знаю, правда, кому, но кому-нибудь. То есть вот линка и Lotus здесь приветствуются, потому что всякой фигни там навалом, который навешивают. Вивиру может что-нибудь такое? Ура! Мужик! Там арена какая-то странная. Чё происходит? Вот Брейнов, я не понимаю. Он такой, вид Барсан с Эгисом. Боже, я пошёл. Мне три меня объяснять платёжа. Я ж прошёл. Напишу причину из таверны, да. Боже, это какая-то жесть вообще. Я не понимаю, что делают эти греки. Чё это делают? Чё это делают? Ну чё-то очень плохое. Вот смотри, я не понимаю сейчас, что делают Гидра. Всё, 18 тысяч преимущество, только что умер Марс. Они находятся под базой, пропушены две линии. Сейчас ещё можно третью допустим, вот он локер идёт снизу. Всё, вот прямо сейчас уже надо заходить. Ну, не, возможно, они верят в то, что Брейнов вот так вот всю игру будут выходить и фидить. Ну, когда-нибудь, когда-нибудь они остановятся. Когда-нибудь они перестанут вот так вот выходить и прыгать Марфа с Эгисом, кастуя на его арену. Когда-нибудь, да. Но с другой стороны, возможно, будет слишком поздно, потому что у противника будет 40 тысяч, там, 50 тысяч. Нетворса, так, вблизи. Так, что тоже заканчивается. Опа, нормал панчи, всё остальное, всё приехало. И, по-моему, ПЛу очень плохо по жизни. Он даёт доплгангер, бежит. Да, но уходит. Говорит, парни, по мне кирпич просто летит. Всё это время я уловлю. Зачем, наверное, что он иллюзии не успел закинуть, то есть, как бы, они есть, но они такие битые. Да, да. Ну, так ему сразу просто сели на лицо. Тяжело в такие моменты. Так, Марс выходит из таверны. У него имеется ультимейт. Можно попробовать здесь повесить. Хотя нет, смотрите, как Гидро играет аккуратно. Они такие, нет, если что, нас перевернут. А Эгис на морфе нет. Да нет, нет. Там покыт. Там наш мальчик, если что, он так-то... Терпение? Да, он разваливал. Говорит, это будущая звезда. Сейчас, ну, раз уж тактика премы выходит и фидит работает, вот как сейчас Шаду Дем просто взял и пошёл, пошёл вот. Опа. А теперь работает Дрим, да, получается? Да, теперь работает Дрим. Опа, стенка отсутствует у Близи. Прожал рефрешер, сейчас можно всё-таки поставить эту стенку, но непонятно в кого. Его закрыли внутри арены, нажимается БКБ, пытается бежать дальше. Элеван, Элеван ещё, ещё, ещё добавляет Близи, минусуется. Как там Дрим? Убежать, убежать, там Фатом Лансер надо уходить, уходить срочно убегать, всем дружно убегаем. Ну, на самом деле, отделались с лёгким испугом, могло быть хуже. В общем, у Близи был такой момент, у него мана закончилась, ему не хватило маны, чтобы дать валов реплику. Я не помню, прожал он Шард или нет, по-моему, прожал. Да, он прожал Шард, и ему снова не хватило маны, чтобы дать валов реплику он дал. У него была мана, он просто понял, что не по кому кидать, то есть там внутри арены с ним... Нет, сначала у неё не было, потом она откатилась, а потом просто там, ну, она пропала. То есть у него просто маны не было, то есть, как бы он дал. Ну, там бывает. Потерялся кнопочек, но это звоночек. То есть сейчас они потратили Шард, они потратили Аегис, и драка была, на самом деле, очень простая для Брэмов. Они просто прыгнули, нажали все кнопки и развалили. И если Брэм его так вот хотя бы один раз ещё сделать, когда Аегис у ядра нет, то Лансер всё ещё может, потому что Лансер уже бабочку. Лансер уже так-то 6 лотов, ему только худ на что-то замените, всё, и пул собранный. Так, Морф у нас улетает, Морф, он уже всё, он уже оделся, ну, тут ПТ на что-нибудь заменить, да, и всё, здорово, я готов драться. Ну, нам Моншард, Аганимы, всё остальное, типа, всё ещё есть возможность куда-то ещё запихнуть. Да-да-да, но они не так сильно бафают, да, то есть, словно говоря, шмотка, которая целая, она там даёт тебе прям очень много по себестоимости, а вот в Моншард он, ну, даёт, как бы, скажем так, поменьше. Мука, нашли маф. Ну, всё, ладно. Ну, тут ВРК не прощает, не забей. Она уже больно бьёт, она очень больно бьёт. 22-го лада. Ну, как бы, шмоток мало, но МКБ, она уже решает вопросы. Что-то крепко получается у Брэймов дефаться, непонятно, как это всё закончится, и непонятно, как это всё закончить, но мне больше всего нравится то, что вторым, точнее, третьим слотом на Марсе сделан был рефрешер. Это что-то новое для меня в жизни. Почему? Ну, не, я о том, что рефрешеры видно обычно, но не третьим же слотом. То есть, у него буквально есть только его спелы и БКБ. И всё. Ну да, а что бы ты купил вместо этого? Не знаю, много вариантов. Так, смотри, две арены 14 секунд, два копья. Копьё встанет на 3,6. Ну, это, считай, 7,2 секунды контроля. Да, я не утверждаю, что это плохо. Я утверждаю, что я просто такого не видел давно. Это, понимаешь, плохо будет, если вот у них драки будут идти регулярно. Когда вот, например, подрался, рефрешер нажал, кулдаун 160 секунд. И потом сразу начинается драк. Тогда рефрешер не очень. А тут драки у нас происходят где-то в среднем раз в 3 минуты. Может быть, раз в 5 минут. Ну, где-то вот так они происходят. Поэтому так нормально. Ему теперь ещё осталось собрать айтемы, которые тоже будут рефрешиться. Вот он сейчас себе блин купит. Наврыв. С ауе уроном. Ну, и потом ещё что-нибудь сверху доберёт. И будет такой Марс чисто. Типа кастер Марс. Будет забавно, если окажется, в конце концов, по сетке, что этот матч вообще не имел никакого значения. Причём, иметь ли этот матч значение зависит вообще от других команд. Какая разница? Главное, что они сейчас стараются. Окей, хорошо. Ну, понятно же дело, что они каждый стараются в меру своих возможностей. Но тут видно, что, в общем, хотят. Подтекает, да. Зайц, кроме этого, вот этот вот момент с Windranger, где её в соляную забрали. И вся команда пошла потом чинфидить. Это как раз-таки очень крутая позиционка от Зайца. Хорошее нажатие от него клавиш. Так. У нас есть заход от Марса. Первая арена. Слепой просто прыгнул. Вол, слепой. МК, Касбус, дерево, убить, убить, убить. МК, окей, сбили. Коллапс сразу. Вообще, коллапс, господи. Я вижу Марса, сразу говорю. Коллапс. Короче, Марс выкупается. И всё. Выкупился, я думаю, зря. То есть он так-то размялся один в один. А теперь им нужно что-то сделать. Вот сейчас МК нет. Хотя в МК есть байбэк. Они сейчас вот думают, ну, блин, что-то надо сделать, потому что мы нажали байбэк. Но мы не нажали, потому что у Dreamable DD. Возможно, он пожил бы немножко подольше, если бы Dreamable DD в тот момент, когда он влетел. А это, кстати, вот ты помнишь, что он в слепую влетел? Так он сейчас в слепую байбэкнулся. Два новых миллионов механика. Да, он как бы краешком зацепил МК. На самом деле, он там вот прям совсем краешком арены зацепил МК. Там было близко, что МК просто попадёт в арену. Но вот на базу идти не очень, да? То есть, ну, аванпосты захватить как вариант. Просто, чтобы потом Гидра тратила время на эти аванпосты. Так как там телепортироваться к замесу на расчет. А там, самому нажать байбэк и телепортироваться. В общем, можно забрать аванпост сверху как минимум, но ещё желательно снизу. УПЛа 25-й, кстати, появился. Взял из себя Доблгангер КД. Теперь его убить в разы сложнее. Мог бы взять дамаг, но ему дамага это охватает. Верк, соответственно, в 23-м пока что ждёт, когда 25-й появится. Посмотрим, что возьмёт. Марфила тоже, кстати, в 26-м уже. У Дрима всё очень хорошо. 33 тысячи нетворса. То, что нужно вообще по жизни. И мы видим, насколько сильно страдает и тройка, и двойка у Бреймов, в отличие от Гидры. То есть там, по факту, вот эти все 20 тысяч, они находятся в руках у... В смысле, в руках у двойки и тройки, именно у Скольда, вместе с Близи, в разнице с тем, сколько имеется у Бреймов. Пауза. Ух. Вот эти паузы, конечно, полностью убивают весь темп игры. Ну, они ещё так, знаешь, как бы эпичность убивают. То есть как-то вот разгоняешься, только что подрались, там, байбека нет. И как-то вот сейчас что-то произойдёт, тут пауза и сидим челем 3-4 минуты. Когда там, кстати, у нас квалификация открытая. Вот вопрос. Я что думаю, Димон, можно передать привет. Кому, кто работает после нас сегодня. Почему? Думаешь, что намного позже будет? Да нет, вроде всего лишь, ну сколько, на 12 минут пока что. Ну, считай, что на полчаса не дошло. Всего самого наилучшего и 6 карт, пожалуйста. Это тоже. Это всегда можно оформить. Чё бы и нет. Так, завтра у нас, друзья, получается, имеется Южная Америка. С 8 часов вечера квалификации, опен квалификации Южной Америки. Я уверен, вы этого ждали. Тем временем в лёд у нас от Виндры на Бэйна, на Монаркинга. Да, она прыгнула первой, связала МК и Марс продолжила. Но я, честно говоря, не понимаю, почему Бэйн первый идёт вообще. Кто-то может мне объяснить? Ладно, МК, он хотя бы там прыгает с ёлки на ёлку. Он как бы даёт вижен, у неё талант взят на это. Почему Бэйн идёт первый впереди планеты всей, вот просто и врывается. Возможно, после паузы просто не понял, что происходит. Может быть, да, я говорю. То есть эти паузы, ну, они поддушивают иногда, особенно, когда вот постоянно что-то происходит. В общем, как мы видим, зайти сложно им, да. Шмотки заканчивают. Под сложным ты имеешь, что невозможно, да, пока они не вынестили. Не, невозможно, если кто-то сюда нёт из Брэймов. Ну, вот если никто не фит, если они в позиции, реально учитывая, зайти, например, у Марфа уже 6 тысяч. Что ему собрать? Рефрешер? И зарефрешит Блокинг Бар, как вариант. Вот, зарефрешил Блокинг Бар, ну, и там ещё какое-то время побьёшь. Да, понятное дело, что Огайнинг Муншар тоже хорошо, но... Левен, влёт от него. Кстати, он Айон Диск себе приобрёл, чтобы и его рефрешить. О, кстати, нормальная тема, нормальная тема. Ой, Дабл Дэмэдж, ой-ой-ой, сейчас можно, смотри, сейчас можно принять драку. У них шмотки появились. Два Айон Диска, ВР-эчка с ДД. Сейчас надо идти драться. Надо идти драться, охватывать территорию, ставить в арты. Но, Виш никого не видит, это главная проблема. Сплитпуша, тем временем, на топе Аскольд. Ну всё, чилим. А в Рошан-то... А Рошан-то прям сейчас? Прям, прям сейчас? С Дабл Дэмэджем забрать. Забрать. Ну же. Это шанс для камбэка от Брейм. Давай. Это очень сильно сейчас будет. Это прям будет очень-очень сильно. А их сверки вообще не думая давать. Там бегут, бегут как раз. Ой-ой-ой, не успевают. Они бегут и за всех сил стараются, но нет. Там Гейл вместе с Ареной. Всё поставлено для того, чтобы Пассиву забрать. Всё, надо уйти, надо уйти, надо уйти. Они дали фокус файл, просто отойти. Я бы отошёл отмести и любилаться. А, ну это наши мальчики, им пофиг вообще. Они врываются. Там Айон, там Айон. Всё в порядке. Выбили. Минус Бейн. Минус Бейн пошёл первый. Снова бехал. Да-да-да-да. Не понимаю этого геймплея. Мука. Байбековица. Ну подожди, подожди. Посмотрим, как Цеснефрит будет жить. Потому что у него мало хп. Вообще, будем честны. Ему надо заливать отсюда. Доблгангер, доблгангер. Ага, он в инвизе. Или что это такое? Доблгангер. Хорошо, ушёл. Финсгрипт не время. Потратили на Элевена. Элевен уже успел всё поставить, уже всё нажать. Вообще плевать. Дают ему ультимейты или не дают. А вот с Томанина можно ещё и прибрать к ручкам. До стыни попадают. Он уходит. Слушай, на такого тоненького сейчас было с Фантом Лансером. Он просто ворвался в пачку врагов. Его там каким-то чудом не развалили. И ему сильно не хватает либо Тараски, либо Сатаник. Вот прям очень. Потому что он может, например, вот так вот выходить из драки и регениться. И после этого возвращаться фулловый. А тут он реально... То есть он убегает, ему даже по регениться негде. Это прям супер на тоненького бывает. Но он до этого регенился на базе просто постоянно? Ну да, да, да. Но ему нужен ластил прям срочно. Ему нужен ластил, байбэк, и он готов. В общем, вот драка сейчас была такая, что у нас как бы там в Эрке фокусфайра не было. Короче, немножечко поторопились, там, продолжать буквально 15 секунд. Откатывается фокусфайр, и байбэк может бить. Потому что без фокусфайра она вообще никого не бьет. Она там еле-еле тачкует. Так, давайте откроем байбэк вместе с вами. Посмотрим, что там происходит. У нас нет байбэка на Марсе. Да, да, 2.50 от Асомы и байбэк, который не был необходим ни в коем мире. Вот, поэтому сейчас можно попробовать этим воспользоваться. Так. Дрим работает. Да, Дрим разваливает. Все хорошо. С другой стороны, мили барак все еще не упал. Ну, начинаем с малого. Сейчас еще разок зайти, Аллакрити, и едем в миличный барак. Ну да, без айбраться бреймы просто не могут. Дрим прожимает БКБ, забирает барак. О, с БКБшечкой, надежно. Красавчик, уйти. И уйти, и уйти, и уйти. Хорошо, красавчик. Ну, это наказ вот за байбэк Марса. Это прям наказали, ребята. Что правда, то правда. И очень важно не только то, что они теряют бараки сейчас, а то, что Гидра еще и реализует тайминги Яегиса, которые имеются у их противника. То есть Виш не может ничего делать сейчас. Уже две минуты прошло, и вот только сейчас они смогут выйти под каким-то смоком, может быть, что-то агрессивное устроить. Сначала отпушить надо, потому что... Так, подожди, это смок был или что это было? А, это он положил в себя нинджи гир, чтобы нажимать смок на себя, потом перекладывать. Молодец, это хорошее решение. Так... Ну, кроме этого, агонимблистынг именно ему, я так понимаю, отдали. Что он у него не собирал сам, так что... Ну, он бедненький, ему шмотки нужны. Да, да. Ну, он сейчас накопит денежек и... Орхидея появляется на Морфе. Это будет Блатон, да-да-да-да. Один из самых дорогих артефактов. Есть еще один дорогой. Нефрит, нефрит. Иллюзия из него сделана, это супер важно. Близзи все сделал хорошо, и начинается фокус на нефрита. Всем, чем только возможно. Близзи пока под ВКБ. Там тем временем замес от ВРки. ВРка прожала ВКБшечку, но Заяц держит ее в финсгриппе, щекочет до смерти. Напомню, у него иегис. Ее можно, в принципе, второй раз тоже будет при... Надо уходить. Бить? А кого боимся? Дрима боимся? Дрима боимся, в лес не ходим. Там тем временем стяжка. Очередная Виш. Погибает первый раз. И мне кажется, что у Гидры хватит демэджа и контроля, чтобы убить ее еще и второй. Там прокатка. Хекс все вместе выдали. На ВРку. ВРка байбэк, как с тем временем арена. Очередная от Марса. Он убивает Зайца. Но это всего лишь песерка. Ничего страшного. Аскольт на ЛОХП. Выходит из этой драки. Нефрит за ним просто несется. И в Дрим. Дрим. А вот тут уже опасно. Тут-то уже опасно. Если добить его вместе с Вишем, который нажал фокус флайр. Но Дрим бежит. Потому что Сурж. Потому что Сурж хорошо спасает. Жесть какая-то. Они потратили все кулдауны. Они потратили три байбэка. И они никого не смогли забрать. Ну, то есть они все вообще выкинули. Как бы Бэйна победили. Да, вообще молодцы. Но вот потом просто возвращаются обратно Мор. Все остальные ребятки там еще драксируют со своим рефрешером. И там видно, что очень тяжело Лансеру. Вот наступает эта стадия, когда Фэнтл Лансер. Он вроде бы сильный. Он вроде бы 6 лотов. Но иллюзия Лансера тоже нормально наваливает. Напомню, что там иллюзия. Она так-то имеет 20% урона, который делает драксир. И она очень больно бьет. И учитывая, что на Лансер расиницировали первым. То есть там сразу появился Лансер. Сразу начали бить. Он был в нынешний убегать. А иллюзия эта бегает, бьет. В общем, здесь драксир сейчас. Ну, я бы сказал, даже решил тот, кто о Вижене позаботился, чтобы они смогли ворваться первыми. Вот. 7000 у Фантон Мальтера. Бэйбэк у него все еще есть. Но можно Аганим купить. Можно Моншард купить. Я бы Моншард купил. Так спит лишним не будет его случаем. На что-нибудь. А, он вообще Эбисол хочет купить. Смотри, вместо... Ага, без Бэйбэка. А, без Бэйбэка он там продал прошмотку. Пойдет. Все. Будет теперь Эбисол. Ну, теперь он Аверочку перебивает Морфа. То есть Морф просто не будет бить под ним. Угу. Ну, в этом есть все смысл, конечно. С другой стороны, если Морф успеет, хочет что-то нажать, то все будет окей для него. Ну, да, да, да. Теперь, значит, очень важно. Вот сейчас Гидре навязать замес где угодно, как угодно. И желательно... А, не где угодно, а желательно под святыней. Вот святыни раз, и желательно еще святыню снизу захватить. Чтобы просто подраться с Бэйбэками. Можно, конечно, покруче сделать. Можно вообще тревела купить уже некоторым героям, у которых Бэйбэк есть. Смок от Гейдры на чужой треугольник. Да, у него есть, он вернется в драку. И другим героям тоже, если что купить, там вернутся, и все. И они будут сейчас давить Бэйбэками. Потому что Бэйбэк у противника только у Марса. А, еще у Лансера. А у них Бэйбэки у всех, кроме Бэйна. 4-2 по Бэйбэкам. МК ищет оппонентов. Ну, я думаю, Брэйма тут не спустится вообще. Вот тут они обязаны сидеть, не обязаны, им нужно сидеть. И вообще, вот до следующего Рошана никуда нельзя идти. И просто сидим, чилим, отдыхаем, развлекаемся, короче. Отдыхаем. Бух закончился. И нормально, че. Да, это сражение, конечно. 53 минуты, парни не могут решить, кто сильнее. Опять же, мы видим, что по кнопкам-то Гидро реально хорошо все делает. Но драфт такой у Брэйма, что он дефается тут до бесконечности. Вот по кнопкам я бы сказал, что несмотря на то, что у Дрима бывают моменты, где он там бегает полностью перекачанно, и ловкостью бывает спиртбрекер, как это было... В первой или, да? Позапрошлой, да? Дрим, Дрим, на него нападение от Нефрита. Дрима пытается зафокусить. Сам Дрим влетает уже на шадоу демона, шадоу демон. До свидания. Виша прокает Айон. Влетает Элевен. Продолжает давать свой контроль. У него все еще Айончик есть. Можно рефрешем нажать, еще одну арену поставить. Почему бы и нет? Есть ощущение, что он до сих пор не очень понимает вообще, каков план на эту драку. Эбисол Блэйд вблизи. Для того, чтобы он не нажал вторую стенку. Ультимейт от Марса пошел. Но БКБшки спасают, да, опять же. Ну, это игра рефрешеров. Тут уже просто не заканчиваются спыды ни у кого. Все бесконечно нажимают БКБшки. Бесконечно нажимают ультимейты. Мука. Мука. Пошел на Виндру. Виндра сразу прожимает себе БКБ. Убивает. Манки Кинга. Святыня за Брэймом. Нельзя вернуться быстро. Святыня за Брэймом. Нельзя быстро вернуться. Лайнсер пошел прямо за Морфлингом. Эбисол очень скоро будет. Пошел, пошел, пошел на чаржи. Полетело. Эбисол Блэйд есть. Есть Эбисол Блэйд. Дать Дриму можно было бы. Но тот себя пока что сейвит при помощи Трилл Блэйд. Да, стан от муки. Пошел Шейкл Шот. Поблизи. Не срабатывает. При этом всем Хиксулю. Хороший дает Аскольд. По Виндре. Виндра. Походу погибает Таверну. На 124 секунды. Ее не будет в этой игре. И ПЛ вполне вероятно просто вынесут. Здесь всей команда его начнет сейчас бить. И его бьют, 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 бьют. Он прожимает Сатаник. Он все еще бьет, бьют, бьют. И в конце концов его закончат на 100 секунд. В Таверну Байбек есть. Конечно. С другой стороны у тебя. У других нет вообще ничего. Мартин Ремень под Хиксой. Аскольд здесь просто крутит-вертит. Ну и все. На этом, в принципе, можно заканчивать. Ну, короче, греки не выдержали. Оказались они слабенькими. 55 минут. Ты понял? Они просто бегут без байбеков на команду, у которой 20к преимущество, у которой 4 байбека, у них 2. Они просто бегут за ними. Мне кажется, они просто долбались реально. До смерти уже. Ну да, потому что так-то, если бы они сидели за поворони, могли бы долго сидеть. И они хотят еще посидеть. Судя по байбекам. А зачем они бекаются? Ну ладно, ладно. Так-то, в принципе, все сказали бы, что у-у-у, у вас были байбеки, вы че не байбекнулись? Но в целом, да, это вопрос того, что, ну, понятно, что ты сам выиграть драку, скорее всего, не можешь. Мы его только что видели. Они по факту, после того, как раскастовались еще под своими Т-3 вышками, могли бы отойти. Хикса. На ПЛа ПЛа. Молодец, да. Зайц красавчик. Леги. В общем, еще раз повторюсь, Дрим очень круто жмет кнопки. Угу. Он там столько прожимал. Он такой, файт-рекап, если ты посмотришь, там, обалдеешь. Он закончил игру 22.06. Бывают, конечно, мемные моменты, но он очень хорош в микро. Прям очень хороший. Я не знаю, чем тебе он не нравится на морфе. Так я тебе говорю, ну, я видел его несколько месяцев, но вот сейчас, видимо, он в форме, и молодец. И я рад тому. Молодец. Я рад тому. Буду следить дальше, что называется. Вот. Потому что мне хочется, чтобы у меня были сильные морфы в регионе. Мне хочется. Это всегда круто наблюдать за чем-то подобным на керри-позиции. Особенность является, что с каждой керри игрок, в конце концов, переходит на пост 3. Иначе по-другому никак. И эти келлы на морфе точно пригодятся. Ну, я, в общем, добавлю, что для меня это вообще второй просмотр матч Гидры, и они... Ну, они спрогрессировали. Там вот за недельку они существенно подкачались, и теперь за ними интересно смотреть, потому что до этого они там после 20-й минуты вообще ничего не могли сделать. А тут они нормальные 55 минут, такие тертые калачи бегают, и уже это было ощущение, что они готовы были эти последние шмотки видеть. Но БМ им не дали. Да, мы снова ждали-ждали, но не увидели Дерпять. Я считаю, что надо их наконец-таки уже 60-е минуты дропнуть на 55-ю, потому что, ну, пора бы не тралки добавить. В любом случае, друзья, мы с Ластом на сегодня закончили, но дальше Даша, я не помню, кто второй у нее там, но вы, скорее всего, увидите сами, будут продолжать сегодняшние эфиры, и у нас дальше будут Ханы, которые будут бороться за выживание. Им супер важны их очки, и драться они будут против Новом Марсе. А мы отправляемся на паузу. Субтитры сделал DimaTorzok